Что вот уродные мястины приходит свято за коленой? Презентация новых книг, заводшная подороже по мястинах родного краю, выставы и огляды. Вось уже 20 годов по инициативе поэта-песенника нашего земляка у Владимира Мазго у Зельви проходит свято белорусской поэзии и музыки Саковины. Все лето юбилейное мероприемство супалось великой для нашей краины падеей. 500 годов тому Франциск Скарына выдал первую белорусскую книгу. С этой нагоды на Зельвинске Саковины завитали письменники, узнагородженные медалем имя белорусского першадрукара. У зале районного дома культуры у гэта святочный день было шматлюдно. Собрались авушный школ поселка, мясцовая интеллигенция, ветераны войны и працы, работники установ культуры района. Гостей и усих присутных, а дымя усёй Зельвинщины, вітал наместник старшини райвы Канкама Валентин Семяняка. Гораные гости, очень приятно витать черговые Саковины в нашем Зельвинском районе. Это мероприемство стало соправной, отметной рисой культурного життя не только нашей Зельвинщины, а также в Беларуси, меркующей по тем прозвищам, которые только что прагучали по статям творчим, тех людей, которые принимали у делу разные годы у мероприемств, можно сказать, что цаковины описаны годатной сторонкой историю сучасную культуры Зельвинщины. Первым с гостей слово трюмал Владимир Мазго. С хваляванием отцу встречи с родимой он отзначил, что каждый год с великим задовольнением приезжаю у Зельву на Саковины. Зельвинская земля для него святая, бо он тут народился. Можно вот приезжаю на это свято и хочу сказать, что ведь мне рады за все, что мои земляки мают махшимость долучиться до сучасной белорусской литературы, до сучасной белорусской музыки, потому что приезжают и ведомые письменники, и композиторы, и выканавцы. Вот тут уже называли сирот тех, кто были гостями Саковин, были и народные артисты, были выступали, и заслуженные денежные мастерства, и заслуженные денежные культуры, лауреаты державных премий были, гоноровые граждане городов и районов. Так что, кажется, такая биография уже Саковин, что, здаясь, и степлено святая, биография уже довольно богатая, но в зародной республике калибранного, только одного района. После аудиторию со своей творчостью познайомили сябры у Владимира Миновича. Поэт, прозаик, публицист, аутер шматликих книг, главный директор Международного радио Беларусь Навум Гальпярович и письменник, журналист, науковец, кандидат философских наук Зиновий Прыгодич. Позерк променный, дыхание надей, как засталось все тепло для людей. Что ты хотел о народной земле? Тихо в отказ. Из того дзи прайшли только вось церковки белый пожар, только облоков повольных тяжар. Той же самый, о не, маню, без тебе я, небы без сердца, и я в дом без светла огню. Это Беларусь, наша Беларусь, это дай куда всегда вернусь. Здесь моя семья, здесь моя друзья и любовь моя. Счудрый, как солнце Сакарины, лучит нас со словом родным, милым, безнайомым творцами краины. Дякую, дорогий наш Владимир, за любую сыновью та родину, за данность маченому слову, бескорыстливость твоей любови. Важая сына мины, Минск столица, Зельва может смело гонориться, чтобы ее гостями сакаринов лучшее сыны нашей айчины. Шчырая размова, літературные новинки поэтов и выступлений зельвинских артистов зробили гэтую сустрычу, як заусёды теплой и творчай. Я думаю, что наши святы будут протягиваться. Сакаринов мы еще долго-долго в час, в квитнец, так что приходится в наши новые святы.